Мы летим на Жужмуй Так спешат, наверное, сейчас сотни других вертолетов, кораблей и нарт к самым дальним уголкам страны, где тоже начинается праздник, день выборов в местные советы депутатов трудящихся. На островке только 20 взрослых. Для них и привезены избирательные бюллетени. Советская власть, она принадлежит каждому, живи он на далеком Жужмуе или в самом центре Петрозаводска. Столица республики, железнодорожный избирательный участок, тот же день 16 марта. С самого раннего утра шли сюда транспортники и учителя, инженеры и домашние хозяйки. А на завтра избирательные комиссии докладывали о результатах голосования. Послушайте, что говорит об этих результатах секретарь Президиума Верховного Совета Карельской ССР, товарищ Богдан. Советы депутатов, трудящихся по выражению Владимировича Ленина, это органы государственной власти, делающие все на виду масс и выполняющие волю масс. На состоявшихся выборах в районные, городские, сельские поселковые советы депутатов трудящихся Карельской ССР в голосовании приняло участие 99,87% избирателей. За кандидатов в блока коммунистов и беспартийных голосовало 99,36% избирателей. Всего в местные советы нашей республики избрано 6870 депутатов, в том числе женщин 43%, коммунистов 39%, беспартийных 61%, комсомольцев 12%, рабочих и колхозников 58%. Состав избранных депутатов наглядно подтверждает, что советы являются подлинными органами народной власти. Советская власть. Разве одной лишь силой и оружие, утверждалась она. 19-й год, первый субботник и последующий, в котором участвовал Ленин. Нынешней весной, 12 апреля, страна отметила полувековой юбилей Великого Почина. 208 тысяч участников Всесоюзного субботника только по одной нашей республике. Миллионы по всей советской земле. Петрозаводское локомотивное депо в этот день. Работают люди, не поглядывая на часы, не торопя конец смены. И вот уже отремонтированы три паровоза и один тепловоз. Сделано множество других важных дел. «Коммунистические субботники необыкновенно ценны, как фактическое начало коммунизма», — говорил Ильич. Вспомним это начало здесь, в локомотивном депо. Оно относится к 1920 году, когда газета «Аланецкая коммуна» писала. 2 июня, после восьмичасовой работы, деповские коммунисты собрались на собрание. Необходимо срочно отправить эшелоны особого назначения. Для этого нужно выпустить спешно из ремонта несколько паровозов. Эшелоны ушли в срок. Работают люди, продолжая то, что начато полвека назад. Но одним ли всесоюзным субботником гордится нынешняя трудовая весна? По всей стране разрастается предюбилейная Ленинская вахта. Встал на эту вахту и Кондопожской пигматитный завод. Предприятие молодо. Ему немногим больше двух лет. Но не годами, а месяцами и неделями измеряется здесь рождение нового. Вот сейчас, например, тут осваивают литье метровых труб из естественного камня. Понаблюдаем, как это происходит. Камень и огонь. Все вроде бы просто и обыкновенно. Но если знать, что такие трубы еще не выпускались ни на одном заводе страны, поймешь и настроение кондопожцев. Не будет конца инициативы людей, заботящихся о пользе для страны. Об этой пользе думают и здесь, на Петрозаводском лесопильно-мебельном комбинате. Вот бревно. Его распиливают на доски, а кора идет в отход. Так было. Но теперь вся древесина идет в дело. И то, что раньше выбрасывалось за ненадобностью, сейчас стало ценным сырьем. Субтитры создавал DimaTorzok И на другом родственном предприятии, Петрозаводском деревообрабатывающем комбинате, добились не меньшего успеха. Здесь из отходов изготавливают материал для настилки полов. Снова сэкономлена ценная древесина. Инициатива и трудовой подъем. Одно связано с другим. И все вместе требования дня, приближающего нас к ленинской годовщине. Но по дороге к великому празднику разве мало у нас других торжеств, больших и малых. Газете Онежского тракторного завода исполнилось 40 лет. Родилась она, как обычная стенгазета, делалась от руки, вечерами и ночами, когда слепались глаза у уставших заднерапкоров. А было их тогда человек пять-шесть. Решение партии и заметка о первом освоенном грейдере, вызов на соревнования и хлестка и удар по разгильдяю, Все вмещалось в лист в огранке. Вот те, кто делали эту газету. Первый ее редактор Лавров. Добрый вам день, Петр Иванович. Постарели вы. Да и газета изменилась. Называется Онежец. Заводская многотиражная. Солидное издание. Не пять-шесть, а около тысячи рабкоров теперь в Онежце. Таких, как, скажем, модельщик Михаил Иванович Шевцов. Вот кончается смена, и идет человек в редакцию. Он несет впечатление дня, размышления о будущем. И обязательно найдется, о чем поговорить с редактором газеты Надеждой Андреевной Савельевой. За окном апрель. А он всегда приносит радостное и весеннее настроение. Савельева. 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 Продолжение следует...